Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу События. Все самое интересное из жизни Медуниверситета в сюжетах нашей передачи. Итак, События. Наш университет стал центральной самарской площадкой международной акции «Тест по истории Отечества». Подробности в нашем сюжете. Эта акция – часть федерального проекта «Каждый день горжусь Россией». Ее вот уже третий год подряд проводит молодежный парламент при Государственной Думе. Дата тестирования в 2017-м выбрана неспроста. 9 декабря – Всероссийский праздник, День Героев Отечества. Он пришел к нам еще из дореволюционной России. Традиционно, вот уже на протяжении 10 лет этот праздник празднуется на территории нашей страны. Праздник имеет далекие корни, исторические корни. И до революции он празднулся каждый год. Но после революции эта традиция была утрачена. И теперь, 9 декабря, каждый год наша страна чествует героев Советского Союза, героев Российской Федерации и различного рода других героев, которые так или иначе послужили на благо нашей Родины и показали своими действиями, своими заслугами, насколько они помогли нашему отечеству. Наша губерния присоединилась к акции с самого начала. За три года в тестировании приняло участие более 15 тысяч жителей региона. В этот раз масштаб самый грандиозный. Охвачены все районы Самарской области, организовано 140 площадок. Основная, центральная – в Самарском государственном медицинском университете. Именно сюда приехали школьники, студенты и взрослые горожане, которые решили проверить свои знания по истории Отечества. Таковых набралось около сотни. Среди тестируемых оказалось и немало преподавателей нашего вуза. Это очень замечательно и приятно, что наши преподаватели поддерживают данные инициативы, потому что кому как не им передавать опыт предыдущих поколений нам, студентам, и кому как не нам в дальнейшем передавать этот опыт следующим, кто придет после нас. И патриотизм, и вот это активное отношение к данной ситуации, к проблеме знания нашими гражданами истории России – это действительно очень важный вопрос. 40 вопросов на каждой всего одна минута. Разброс тем широкий – от основания древнерусского государства до наших времен. После завершения теста желающим дается возможность ознакомиться с правильными ответами. А вот узнать свои результаты участникам предложили онлайн на сайте акции. В этом году она прошла во всех регионах России и в 40 странах мира. Поиграть в больного крокодила и поучаствовать в консилиуме предложили нашим студентам на второй олимпиаде по педиатрии. О том, кто победил и станет ли эта олимпиада традиционной, узнаете у наших корреспондентов. Организаторами олимпиады выступили деканат педиатрического факультета и студенческое научное общество САМГМУ. А участвовали в ней студенты старших курсов двух факультетов – педиатрического и лечебного. Тест отборочного этапа написало более полусотни желающих. По его итогам отобрали три десятка человек, из которых и было сформировано шесть команд-участниц. Стремление испытать свои профессиональные силы не ослабил даже тот факт, что проводилась олимпиада в выходной день. В субботу еду из другого города, смеюсь, но ведь в выходной же, поэтому врачи никогда не отдыхают. Для нас каждый день – это работа. Может кто-то позвонить, может кто-то что-то спросить. Поэтому олимпиада для нас – это такая внеплановая проверка знаний. Олимпиада – это проверить свои силы. Пять лет учимся и непосредственно сравниться с другими, со старшими курсами. Здесь разные курсы. Именно посмотреть, к чему нужно стремиться, что еще нужно поднатаскать, подучить. В программу олимпиады включили пять совершенно разноплановых конкурсов. Визитная карточка, своя игра, консилиум, больной крокодил и практика по сердечно-легочной реанимации и неотложным состояниям. Это испытание многие участники посчитали самым сложным. В нем требовались не только знания и навыки, но и умение применить их в стрессовой ситуации. Стрессовая ситуация, конечно, очень сильная. И пройдя эту стрессовую ситуацию, потом в практической медицине и в жизни, мне кажется, будет легче. Даже если, например, СЛР, если перед нами упадет человек на улице, пройдя это на практическом этапе Олимпиады, тоже со стрессовой ситуацией, в принципе, мы, я думаю, справимся. На каждый конкурс строго отведенное время. За командами пристально следило жюри. Победителей и призеров определяли по сумме набранных баллов. Лучшей стала команда «Горящий сердцем». Все участники получили сертификаты, призеры диплома и ценные подарки. В плюсе остались все олимпийцы, независимо от занятого места. Теперь они на хорошем счету у своего руководства. Безусловно, каждый студент педиатрического факультета, я как декан могу сказать, будет на учете, который участвует в нашей Олимпиаде. Ему обязательно будут преференции со стороны администрации, деканата педиатрического факультета. Какие? То есть это поездки на конференции, связанные с педиатрией или связанные с другим направлением. Это, возможно, продвижение в такие, если ребята, скажем так, захотят, группы научно-педагогического резерва, безусловно. Ну и в дальнейшем мы таких ребят будем поощрять, ценить, растить и помогать. Популярность и эффективность подобных профессиональных испытаний с каждым годом растет. Они целиком и полностью оправдывают свои цели. Повышение интереса и стимулирование мотивации студентов к овладению знаниями, умениями и навыками. Создание условий для развития творческих способностей учащихся. Распространение и популяризация научных знаний и инновационных технологий среди молодежи. Уже в следующем году Олимпиаду по педиатрии планируют сделать внутрикластерной. 8 декабря в культурно-развлекательном центре «Звезда» прошел фестиваль искусств студентов-медиков научно-образовательного кластера «Нижний Волжский». Какими талантами богаты будущие врачи, узнаете в следующем сюжете. В Самару на фестиваль прибыли делегации всех вузов нашего кластера. Из Пензы, Оренбурга, Саратова, Уфы и Саранска. Всего около 60 участников. Утром представители руководства университетов собрались на заседание. У нас сегодня было большое заседание. Мы обсудили очень много важных вопросов, которые касаются взаимодействия наших университетов на уровне кластера. Это касается и ординатуры. Обсудили перспективы дальнейшего нашего взаимодействия именно в образовательном процессе. Мы поговорили о результатах прошедшей первичной аккредитации выпускников. Рассказали о проблемах. И самое главное, что итогом нашего сегодняшнего мероприятия, утреннего мероприятия, послужит реализация определенного и разработка определенного документа, который будет направлен в виде предложений от нашего научно-образовательного кластера в Министерство здравоохранения Российской Федерации, который позволит, скорее всего, может быть, внести определенные поправки в действующее законодательство, оптимизировать порядок приема ординатуру и оптимизировать порядок проведения первичной аккредитации. Действительно, что такая площадка существует, это здорово, что мы приезжаем, делимся опытом и принимаем самое главное важное решение, которое позволяет нам в дальнейшем развиваться. Если подобное совещание наш вуз как координатор Нижневолжского кластера принимает уже во второй раз, то фестиваль искусств студентов-медиков – это уникальное в масштабах всей страны мероприятие, которое провели впервые. Будущие врачи и ученые состязались в трех номинациях. Хореография. Разговорный жанр. Представьте, очень веселый врач. Ну что, Иванов, танцуй, кому-то печень на пересадку пришла. Эх, Иванов, не натанцевал ты на пересадку. И печень вновь уходит с мир новой. И вокал. Субтитры создавал DimaTorzok На сцене состоялся уже второй этап фестиваля. Во время первого, заочного, все номера жюри рассматривало в форме видеозаписей, которые присылали организаторам вуза. Почему не только сами выступающие, но и руководство медицинских университетов желанием откликнулось на идею проведения подобного конкурса талантов, вопрос несложный. Для будущих работников здравоохранения творческий подход совсем не лишние качества. А еще на таких мероприятиях у студентов появляется прекрасная возможность наработки связей и обмена опытом. Мы живем и работаем ради вот этих вот ребят. И как они чувствуют себя в наших вузах, это очень большое имеет значение для них самих, для вузов. Потому что общаясь между собой, они устанавливают контакт, они будут дружить, они будут потом профессионалами, будут обмениваться. Это замечательно. Получился даже не конкурс, а показ талантов. Это хороший повод познакомиться с людьми. Все равно мы там за кулисами до того, как они репетируют или выступают, мы разговариваем, как у них учатся, какие у них предметы, как они бороли волнение там на экзамене и так далее. То есть люди делятся, грубо говоря, опытом. Наш университет достаточно близко находится, и это как бы сплочает нас, мы здесь становимся ближе, и все желают проводить это мероприятие каждый год. Это новые знакомства, новые впечатления, это очень радостно и приятно. Фестиваль как нельзя лучше показал. Жизнь студента-медика не только сложна, но и многообразна. В ней есть место всестороннему развитию и творчеству. Студенческое время – это время, если взять историю, человеческую жизнь, допустим, понимаете, это самый золотой промежуток времени у человека. Когда его все уговаривают учиться, мотивацию ищут тому, чтобы он учился, он ни за что не отвечает по большому счету, понимаете. Это золотое время, потом вы об этом вспомните, поверите, вот то, что я вам сказал, это действительно правда. Я всем вам желаю всего самого хорошего, всего самого доброго, счастья, что у вас было все замечательно. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Будьте в центре событий. Смотрите нас на сайте СамГМУ. Субтитры подогнал «Симон»!